Куча строительного мусора, все, что осталось от двухэтажного флигеля. Здание начали разбирать первым и на прошедшей неделе завершили работы. Данил Дегтярев, следивший за судьбой усадьбы с самого начала, говорит, видел, как вывозили старинные и еще крепкие кирпичи. Основное здание тоже постепенно теряет очертания. И хотя краевые власти и Алтай-франкультура говорят, снос законен, краевед не теряет надежды усадьбу сохранить. Гражданский патруль, с которым мы сотрудничаем, сейчас пытается оспорить решение Алтай-франкультуры по поводу отказа во включении в реестр в качестве выявленного объекта. Там речь идет о судебном разбирательстве. Большинство барнаульских общественников признает, что все же шансов на то, что основное здание останется в целости и сохранности, практически не осталось. Но они же говорят, вся эта история вывела общественную активность барнаульцев на принципиально новый уровень. Такого отклика простых горожан, признается Дегтярев, он даже не ожидал. В социальных сетях и во время уличных пикетов против сноса усадьбы выступили сотни барнаульцев. Добиться своего люди не смогли. Опуская руки, говорят, будет уроком. Ведь в краевой столице еще много строений, судьба которых под большим вопросом. Только в 2006 году наряду с усадьбой Михайлова статуса памятников было лишено 31 здание. Мы хотим обратиться в Алтайское краевое законодательное собрание с просьбой отменить решение 2006 года об исключении из реестра хотя бы тех семи зданий, которые достояли до настоящего времени в хорошем состоянии, в не слишком измененном. То есть их можно просто вернуть в реестр памятников и охранять их. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.